Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 8 августа. Продолжаю показывать томаты и уже дошло до того, что у меня нет времени даже на дегустацию. Но если кто хочет посмотреть, как выглядят новинки сорта, я сейчас быстро покажу. Потому что у нас сейчас спеет уже открытый грунт и те сорта томатов, которые я описывала в прошлом, позапрошлом году, мне пришлось нынче обойти стороной, то есть не описывать. Потому что на канале и так информации о них очень много. Но я покажу просто так. Вот смотрите, берстский крупный номер 123. Он традиционно всегда у меня выращивается в огороде. Он в открытом грунте, не высокорослый, полтора метра. Описание о нем есть. Кто хочет узнать подробнее, набирайте прям, открываете мой канал в поисковике на моем канале. Набираете берстский крупный и все видео за все годы, какие я о нем снимала, они высветятся и посмотрите. Крупноплодный, даже в Сибири вызревает. Потом сорт, который выращиваю несколько лет, это вот тещин язык. Тоже спеет в открытом грунте, но он тещин язык, он, наверное, скорее всего, это коллекционный сорт, потому что я покупала участника семена. Но выращиваю всегда в открытом грунте. Так, вот этот такой же, как тещин язык, обратили внимание, они очень похожи, тоже на састенький, только он желтый. Это уже другой. Это Буратино, номер 355. Забыла, просят указывать номера. Вот, берстский крупный 123, тещин язык 163, с прошлого года не изменился. Пиноккио уже после 300 номера, это значит новинка. Вообще не Пиноккио, он называется Буратино. Пиноккио, это его оригинальный, оригинальное название, сорт импортный, коллекционный, вот такой красивый. Очень похож на золотые лимоны и на золотую канарейку, но он крупнее. Тут же вот лежит, потому что это тоже с открытого грунта Джала Санта, это вот святое желе номер 572, который очень-очень вкусный. Я вам показывала, что он когда вызревает, он как прозрачный желеобразный делается, янтарный. Это тоже в открытом грунте вызрел. Еще до сих пор собираю номер 381 Бронза, новинка этого года. Тоже коллекционный сорт с таким, с расцветкой необычной, и не желтый, и не оранжевый, какой-то такой. Потом поспели на улице традиционные мои уличники, 236 Добарао розовый, ой золотой. Поспел Добарао розовый, Добарао золотой, все Добарао уже у нас спеют. Вот в теплице поспели вот эти гиганты, номер 392. Это название, не уверена, что написала правильно, я еще информацию не выбирала в интернете, оригинальное название не знаю. Но у меня написано Сландардес, примерно, очень огромный. Он меня убил размером своих плодов. Висят вот такие бомбы, вот вообще сразу, когда заходишь в теплицу, бросаются они в глаза. Потом поспела в открытом грунте большая мамочка, 214 сорт. Она берет чем? Берет тем, что плодов очень много, кусты все увешаны. Плоды такие, они не такие крупные, как вот этот, конечно, но они все равно нормальные. Вот это вот уже не первые плоды, они нормальные, такие плотненькие, хорошо хранятся, и он не высокорослый. Очень удобен в выращивании. Поспели томаты памяти детей Беслана. Они у меня без номера, потому что они будут только подарочные всем заказчикам. Но вот кому хватит в первых рядах, кто будут высланы вот эти томаты, конечно, они сладкие. Они вызрели, смотрите, они такие ярко-оранжевого цвета, они большие, крупные. Кусты тоже не очень высокие, и плодов очень-очень много. Поспели на улице сибирские бананы. Вот кто в теплых странах есть настоящие бананы, а у нас вот такие томатные сибирские бананы. 516 номер, это тоже новинка. Очень похожий на сорт Казанова. Вот с такой же дырочкой, с пипочкой, но только желтые. Тоже очень хороший урожайный сорт, много-много. Это на улице бананы. Ниагара 398 поспела в уральской теплице. Там высаживала я позже. Я ее во время обзоров уже вам несколько раз показывала. Целый водопад плодов кистями идет, идет, идет снизу до верху. Но манго я уже показывала, есть уже и дегустация, описание сорта номер 403. И вот вместе с ниагарой растет в этой же теплице вот этот сорт фляшен, который я тоже во время обзора показывала. Я не знаю, выложила или нет я этот обзор. Я понимаете, я снимаю много, но выкладывать не успеваю, времени нет. Вы посмотрите, как отличается вот этот фляшен от других. Я решила, что это лакированные томатики. Видите, они какие блестящие. Они словно покрыты какой-то... Ну, тут не видно, у меня маркер черный закончился. Написано номер... Так. А, вот, кверх. Написано номер 400. Это фляшен. Вот эти фляшены очень удивительные. Они многие вот с такими вот набалдашничками, с пипочками. И они, главное, все одинакового размера. Кисти идут нижние, средние, верхние. И они вот такие все. И блестят. Это вот, знаете, как сказать, зрелище такое. Вот неописуемая красота. Тут же, вот я хочу показать вам 354 Кристины Ватчева. Сорт тоже новый. Сорт коллекционный, очень редкий. Прислали мне из-за границы буквально там два семечка. Хочу его разводить. Пока ничего определенного сказать не могу. Кроме того, что он крупный, вкусный, розовый. Все. Еще новинка этого сезона. Номер 341. Абрикосовый бренди вайн или вайт. Точно тоже не могу сказать название. Я еще с ними не работала. Но ясно, что видно, что они... Ой, сейчас покажу. Видно, что они крупнющие. Очень крупные. Картофельный лист очень высокий. Растут в теплице Франкенштейн. На улице еще не высаживала. Там же в теплице Франкенштейн 368 номер бараны. Которые написано про них, что они удлиненно сердцевидные и как бы граненые. Вот видите, а он не совсем круглый, а вот эти вот какие-то... Ну, как бы сдавленный он, что ли. И еще удивление этого года у меня вот мармеладные лампочки. Я сама покупала на сайте редких коллекционных томатов. Почему-то думала... Сейчас скажу. 363 номер, на нем не видно даже, ни номер, ни... Почему-то думала, что мармеладные лампочки вырастут зеленые. Они были прям зеленые-зеленые. И вдруг они начали чернеть. И вот такие мармеладные лампочки. Черные. Ясно, что черноплодные томаты, они все сладкие, все вкусные. Высокорослые. Все улеплено вот этими лампочками снизу доверху. И здесь еще нет одного сорта, о котором я не могу не сказать. Меня очень поразил в этом году сорт новинка. Фиона зеленая, по-моему. Не могла распознать, то ли она поспела, то ли нет. Только потому, что они начали лопаться и начали чуть подгнивать. Я поняла, что они поспели. Оказывается, эта фиона зеленая нисколько не меняется в цвете при созревании. Ее нужно просто трогать, мягкая она или нет. До чего она сладкая? До чего она вкусная? Она прям тает во рту. На нее вот посмотришь, она как полностью зеленая, как лягушонок, помидорка. Ее даже не хочется кушать. Но когда начинаешь есть, ее хочется кушать и кушать. Очень вкусный, сладкий сорт. Для меня это открытие этого года. Я уже поняла давно, что зеленоплодные томаты, они по сладости не уступают. Но обычно вот у нас изумрудное яблоко, там малахитовая шкатулка, они чуть-чуть начинают вершинка позолотой покрываться, когда они спеют. Все-таки вот такой янтарный оттенок приобретают. А фиона зеленая, она никакой оттенок не приобретает. Но какая она вкусная, какая она сладкая. Самая главная проблема распознать, узнать, что она действительно поспела. Вот из-за нехватки времени пришлось сразу несколько сортов вам описать и показать. Все я это делаю, конечно, для удобства своих заказчиков. Фото начну сейчас с понедельника выставлять. Потому что во время дегустации, даже если я не описываю, фотографию делаю обязательно. И сейчас я уже сделала описание многих сортов. Конечно, все вот эти сорта, которые прошли через мой стол, прошли через дегустацию мою, они все уже у меня описаны. Сейчас буду я только выкладывать их. Выкладывать буду, скорее всего, описание в первую очередь в группе Огородная Азбука Ольги Чернова. Потому что многие просят, выкладывайте в Одноклассники, выкладывайте ВКонтакте, выкладывайте, откройте Инстаграм. Вы понимаете, что если я буду заниматься во всех этих, как это называется, мессенджерах или что, не знаю, мне некогда будет работать в огороде. Так как основная часть моего свободного времени я все-таки провожу в огороде, решила выкладывать только в свою группу. По остальным вот этим я ходить не буду, потому что это занимает очень много времени. У нас загрузка фото очень медленная. Интернет, не знаю, может быть, там в центральных городах работает хорошо интернет в провинции. Он не очень, не может скоростью похвалиться такой. Я иногда несколько фото 10 или 15 загружу. Они же большие, цветные, все. Они загружаются очень много, полчаса или 40 минут. И вот ждешь, когда они загрузятся. Так что будет все только в группе Огородная Азбука. И может быть, если смогу, опять же обещать не буду, если я изучу и смогу сделать вот этот видеофотокаталог, когда листаются эти фотографии и с описанием, тогда я сделаю. Если не смогу, то пока ограничимся такими фотографиями и печатным текстом описания. Печатный текст, описание будет тоже в группе Огородная Азбука Ольги Черновой. Ссылку на группу я даю, все уже многие знают. Все, до свидания.